Всех благ и пусть будет мир. Для Путина вопрос номер один в переговорах с Алиевым в Пешкеке, это ситуация вокруг Карабаха. Вокруг Карабаха осталась какая-то ситуация, это ведь внутреннее дело Азербайджана, как говорит и сам Алиев, и сам Владимир Путин. Говорит, Карабах это территория Азербайджана. Первый вопрос, что могут обсуждать Алиев и Путин, по ситуации вокруг Карабаха, почему это вопрос номер один. И еще один вопрос, очень интересно было наблюдать, как встречал Путин и члены делегации Алиева. Они ждали Алиева, который быстрым шагом по деловому подошел к ожидающему его вокруг кресел Владимиру Путину, президенту России. Словно Алиев стал рангом выше, как это так произошло? Вы так, Галина, это описали красочно. Я себе представил такой голливудский фильм, униженный президент и такой. Нет, униженный просто стоял, не униженный. Но сам факт, как вы прокомментируете этот факт? Ну, в последнее время многие лидеры разных стран заставляют Путина ждать. Они уже привыкают постепенно к этому. А сейчас Путин ждет Алиева? Ну, я говорю, Путин ждет многих лидеров стран разных. Помните, то там Туркмении, то не знаю, Буркина-Фасо, то не знаю, Джайдамда-Расси и так далее. Не знаю. Ну, задержался Алиев чуть-чуть там, пока посидел, выпил, закусил туда-сюда. Время прошло. Смотрите, значимость Азербайджана для России возросла. Значимость Азербайджана для России. Это потому что Путин сам говорит, что этот Уршула Алиева, когда говорит, ругает Россию. Но, тем не менее, Путин сказал, а газ-то нас покупают? Да, он же на Валдае сказал, а газ-то нас покупают? Все знают, смотрите, все говорят там, Россия так, Россия сяк. Но даже Зеленский получает деньги за транзит российских углеводородов. Понимаете, мир сошел с ума. Все они говорят о каких-то кровожадных странах, о лидерах, которые там убивают, гнобят свой народ, коррумпированы. Всех их ругают. Но при этом, и я хочу сказать, что Путин правильно отметил, я плохой, да не покупайте у меня газ. Но его газ идет через Азербайджан. И даже Азербайджан заявил, что Сокар, Сокар, это не все, что производится и добывается в Азербайджане, принадлежит Сокару. Там у Сокара 10%. А там Лукоил, Битреш Петролиум, иранская компания НИОКО, ТТП, по-моему, там турецкая компания, да? То смотрите, какой конгромерат там, сколько компаний там. И Министерство энергетики Азербайджана на Европейской энергетической комиссии заявило, сказал, ребята, здесь не только мой газ. Здесь газ русских, иранцев, которые под санкциями, да? И так далее. Что, кто-то отказался от этого газа? Никто же не отказался? Потому что, смотрите, еще раз говорю, сколько мы говорили до событий в Арцахе, да? Мы же все это видели, мы же предупреждали общество, что это будет. Я говорил и говорю, демократия, гуманитарные вопросы в мире, это профанация. Наши люди должны понимать, что не существует в мире демократии, это свод законов, которые типу человек должен себя чувствовать хорошо. Ну так, мы тебя не трогаем, вот тебе денежки, вот тебе всякие смартфоны, машины электро, вот тебе всякие блага, отели для тебя, денежки, езжай, семью отдыхай. Мил очень циничен, никому не дело, умрет 100 тысяч человек. Вот смотрите, в Израиле убито около 2000 человек с войной Хамаса. Сожгли там, зажгли все цвета флаги там, да, израильские, эфелевая башня, не знаю что там, во всех европейских странах, они такие гуманитарные, они все такие, так любят человеческую жизнь. 3800 убитых у нас в 2020 году, ни один армянский флаг нигде не загорелся. 120 тысяч беженцев, ни один флаг Армении, Арцаха не загорелся. Этнические чистки, ничего не загорелось. В Сирии и на Ближнем Востоке в целом ежедневно, почти в ежедневном режиме, в той или иной стране террористические акты, сотни и тысячи убитыми каждый день. Это что за такое, я хочу сказать, Европа, как и Россия, по большому счету, движется по пути фашизма. Но фашизм в мире и расизм приобретает глобальный характер, включая и Россию, и Европу, и Соединенные Штаты. У всех расизм и фашизм начинают поднимать голову. Почему, когда Сирии в день тысячи людей убивают, ни один флаг Сирии не загорелся. Там что, другие люди, там другого цвета кровь. У нас, у армян, что, другого цвета кровь? Что, у палестинцев другого цвета кровь, у иракцев другого цвета. В Афганистане, начиная с 79-го года, там, кровь, 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 миллионы убитыми, советской армией, потом американская армия и так далее. Афганский флаг нигде не загорелся. Поэтому, армяне, не армяне, перестаньте говорить языком демократии, права человека, ценностей и так далее. Произошел ценностный сдвиг в мире в целом. Поэтому, мы должны понять одну вещь. Сегодня нету права международного. Сегодня есть право сильного. Право сильного. Сильный, значит, можешь прийти, убить, забрать, искалечить, сломать судьбы. Тысячи жизней человек стал никем. Просто, не для кого. Россия очень много тявкает о гуманитарных ценностях, о человечестве. При этом, ей не мешает просто так убивать в Украине. Просто так дурачить свой народ, говорить о нацизме каком-то в Украине. Еврей, президент страны, там нацизм. И потом, русский народ достаточно, в большинстве своей одурманенный и малограмотный. Они путают понятие национализм, национальный патриотизм, и нацизм. Вот с рядовым русским человеком поговорите, он вам не объяснит. У него националист, нацист и фашист в одном лице. И так во всем мире. Поэтому, когда вы говорите, что Алиев там стоит, роль Алиева возросла. И Путин сам говорит, что он готов там еще предоставить маршруты для азербайджанской нефти. Они говорят о хабах, да, турецких. Смотрите, как интересно. Европа заявляет о том, что заинтересована хабах Турции, газовых хабах. И Россия тоже говорит хабах, потому что он понимает, что газом будут заполнять российский газ. Сегодня, смотрите, в России было примерно 40% рынка в Европе. Они этот рынок полностью потеряли сейчас. Туда пошел сланцевый газ, жиженый. Говорят, да, на первый взгляд это вроде бы дорого. Но когда его разбавляешь, он становится в два раза дешевле, чем тот газ, который Россия поставляет. То есть это профанация. Сегодня американцы забрали весь рынок. Поэтому для России очень важно сегодня продавать газ. Хотя они говорят, что мы самодостаточно, ничего не получилось. При этом роль Алиева возросла до невиданных масштабов в реальности. До невиданных масштабов. Поэтому я хочу сказать, что не надо удивляться тому, что происходит. Потому что мы видим риторику Алиева, которая заставляет Пашиняна приехать в Бишкек. И говорит, что если Пашинян не приедет, значит он не хочет мира. Нечего ехать в Европу. Знаете, чьи слова он говорит? Он, говорящая голова Кремля, Алиев. Ну, Путину неудобно так говорить. Что давай приезжай сюда, если хочешь мира. Алиеву сказали, ты озвучь. Ты самостоятельно в контрах. Но Никол поймет, что на самом деле это сказал не Алиев, а сказал Путин. Постоянные угрозы. Постоянные угрозы в адрес Армении. То есть нам, теперь смотрите. Нам хотят объяснить или хотят заставить, куда нам ехать. Понимаете, до какой абсурдной ситуации Никол Пашинян довел нашу международную политику. Теперь об нас вытирают ноги. Если можно. О Пашиняне мы обязательно поговорим, потому что он сделал ряд заявлений. Сейчас и раньше мы попробуем это все тоже рассмотреть и проанализировать. Давайте все-таки вернемся, что за вопрос, почему ситуация, что за ситуация вокруг Карабаха. Почему она вопрос номер один. И сюда же, если есть проблема Карабаха, если это вопрос номер один для Путина, то что говорит нам наш Лукашенко на саммите в том же Пешкеке. Он говорит, слава богу, я цитирую Лукашенко, слава богу, ряд конфликтов на территории СНГ удалось успешно разрешить. Это на визу Карабаха. И так, имеется в виду Карабах. Итак, для Лукашенко это успешное разрешение ряда конфликтов. Это какой ряд конфликтов на территории СНГ. И если это Карабах, то почему это вопрос номер один для Путина? Продолжает оставаться вопросом номер один. Во-первых, Лукашенко должен понимать, что часть его территории принадлежит вообще Польше и Прибалтике. Часть его территории, которая по праву была отнята у прибалтийских стран и у поляков. И отдана Белоруссии. Поэтому часть территории Белоруссии должна вернуть европейским странам. То, что говорит Лукашенко, это такой же постсоветский мерзавец, как и все остальные. Помните, когда ему вручал орден Алиев, младший, он сказал, отработаю. Вот отрабатывает. Хоть он сказал, что это шутка, но у каждой шутки есть доля шутки, остальное правда. Да, для них это люди без чести, без сострадания. Для них это всего лишь конфликт в интересах его нефтедателя. Который, по его оценке, успешно разрешен. Да, успешно убивал, успешно депортировал, успешно провел этнические чистки. И мы знаем, что в Мардакерском районе было оцепление, где стояла РМК. Было оцепление, туда никто не мог проехать. Азербайджанские военные формирования зачищали следы зверств. У нас есть такая информация. Более того, я вам скажу, у нас есть информация достоверная, что перед началом боевых действий, там, где занимали боевые посты подразделения РМК, они отошли, а именно за ними стояли наши. И туда вошли не азербайджанские подразделения спецназа, а турецкие подразделения спецназа. Турецкие, которые вступили с нами в бой. Но хочу сказать, за одни сутки, значит, смотрите, без республики Армения, без политического руководства, без Арайка, Рутиняна, Никол Пашиняна, Карабахская армия за одни день воевала более успешно, чем 44 дня. Потому что ни в Арцахе, ни премьер-министр Армении им не мешал. За один день нанесли катастрофический урон азербайджанским вооруженным силам. Катастрофический. Сейчас уже выясняется под Шушкендом, Пяль-Вали, там, под Мордакертом, в Кыркыжане, в Аскерранском районе. Катастрофические потери за одни сутки. Поэтому, что значит разговор для Путина номер один? Ведь помните, когда я объяснял ситуацию, что России важно закрепиться в Азербайджане в виде военной базы? Но ее можно называть миротворцей. Можно как угодно называть, но это военная база. В Азербайджане? В Азербайджане. Для Азербайджана, для России, Арцах – это Азербайджан. Соответственно, ставя там базу в Азербайджане, он ставит базу в Азербайджане. У России есть база в Грузии. Абхазия для всего мира – это Грузия. Значит, Россия имеет военную базу в Абхазии и в Осетии. То есть, и имеет базу в Армении. То есть, в двух южно-кавказских республиках у России есть две базы. Единственная страна, где не было базы – это Азербайджан. Эта война была в том числе и из-за присутствия сапога российского и в Азербайджане. Теперь, получилось так. Когда я разговаривал, я вам этот пример приводил. Когда я российским дипломатам в посольстве задал вопрос. Я знаю стопроцентную, я вот населению говорю, чтобы меня слышали. Я задал, говорю, у меня есть стопроцентная информация, что командующий армии обороны в мае передал вам списки вооружений, которые вам должны будут передать. То есть, вы готовите разоружение Карабахской армии. Он сказал, ну да, подтвердили. Я сказал, ну, разоружив Карабахскую армию, население там не останется. Не останется. Значит, мне был циничный ответ. Но если даже одна семья там останется, мы там останемся. Я говорю, это мне сказал российский дипломат. Теперь, по нашим данным, сегодня в Арцахе не более 50 человек. Это точные данные. Не более 50. Они там людей в шапках за столом. Это престарелые, это больные люди, как правило. Я просто, у меня такой вопрос, был вопрос, это не мой вопрос, это среди людей обсуждается. Насколько это правдиво, то, что мы видим, эту картину. Насколько это в привычках, это в менталитете. Армянский пожилой человек в шапке сидит и ест что-то. Там в основном остались люди. Это постановочные по-вашему. Прямо скажу вопрос, я задаю. Я понял. Смотрите, это в основном из 50 человек, 48, это недееспособные люди. У кого-то есть психические отклонения, у кого-то физические. И так далее. На голову можно надеть все, что угодно. И если человек сидит в Степанакерте в головном уборе, то, скорее всего, этого человека привезли из очень отдаленной деревни. Ну, например, бывало так, что я видел в некоторых населенных пунктах, ну, деревнях, ну, пожилые, очень пожилые, у них голова мерзнет, им холодно, им даже летом бывает холодно. Они могут сидеть в шапке, тут кепки, ничего такого тут нет. Но, я хочу сказать, в основном там остались больные и недееспособные люди. В основном. Поэтому... Да, это были пожилые. Да. Это мы имеем и фразы. Я еще раз говорю, не более 50, это максимум, может быть, и 50 нет. Теперь, поскольку теперь все оттуда выехали, и Россия этого... Ну, они не ожидали, они думали, что наш народ, Арцаха, это бесхребетные животные, которые за кусок хлеба продадутся и останутся с врагом. И русские стали перед проблемой. Он там не может закрепиться. Теперь они рвут пятую точку у себя, волосы, глаз натягивают на пятки, и начинается работа, Арцахцы должны вернуться. Я в Армении тоже хочу сказать всем, агитаторам, идиотам, пророссийской агентурной сети, идите, заберите своих детей, жен, и езжайте сами в Арцах. Арцахцы туда не должны возвращаться. Вы говорите, не должны, но они совершенно не собираются. Как могут они... Что изменилось, чтобы они вернулись? Не, я говорю... В Азербайджане что-то изменилось. Я же говорю о том, что в Армении... Я не говорю, что они должны или хотят. Я говорю, призывы звучат в Армении, что они должны вернуться. Я говорю, они не должны вернуться. Потому что мы уже через самую миротворческую миссию России, мы уже видели, что это такое. Все эти три года были убийства, все три года была стрельба, потом уже довели до голода, холода, нищеты. Люди стали болеть, не могли лечиться, то есть стали изнеможать их. Что я должен поверить, что у Кремля не хватило сил Алиеву по башке дать и открыть КПП, что ли? Конечно, нет. Ну, возвращаемся к той же картине, с которой я начала. Теперь Путину очень важно, чтобы Карабахцы туда вернулись, он закрепился. Даже если они с Алиевым сейчас договорятся, там идут переговоры на 10 лет, я еще у вас на передаче это говорил еще до КПП и всего остального, что идут секретные переговоры 10-15 лет. 10-15 лет, чтобы Россия там присутствовала. Присутствовала еще. И помните, на одной из недавних передач, когда я вам сказал, что у нас есть информация из турецкого МИДа, через наш источник, который сказал, что до максимума марта 2024 года русских там не будет. Помните, я у вас это озвучил. Значит, и все это подтверждается. Поэтому русские будут делать все, чтобы карабахцы туда вернулись. Мы будем делать все, чтобы под эгидой России туда никто не возвращался. Пожалуйста, если организации объединенных наций, Франция отдельно, США отдельно, ряд европейских стран или НАТО, примет решение принудительно ввести туда миротворческий контингент или просто военный контингент, и это будет обеспечиваться войсками НАТО или Европы, или объединенной группировки, или отдельными странами, тогда арцахцам туда можно будет вернуться. Но сейчас в Москве очень тяжелая ситуация, и теперь Путин решает с Алиевым, как возвращать арцахцев. Я еще раз хочу сказать, мы должны сейчас сделать все, чтобы сохранить этот уникальный субэтнос, уникальнейший, должны его сохранить. А Путин стал передиалемой в результате своей провальной внешнеполитической стратегической операции. Это просто катастрофический провал российских планировщиков. Российских планировщиков. Поэтому сейчас им ничего не остается, как нас запугивать войной, еще чем-то и так далее. Я считаю, что в Армении должен быть построен отдельный город для карабахцев, сохранить их субэтнос со всеми делами. Вопрос такой. После встречи в Сочи, мы знаем, Эрдоган, Путин, встреча была, пошла зачистка арцаха. Да, конечно. Была договоренность. После встречи в Башкеке нужно же чего-либо? Я вчера у себя в статусе на телеграм-канале своем официальном, написал. Когда эти два пассажира встречаются, через несколько дней война. Помните, мы с вами как-то обсуждались, это уже стало хроническим. После приезда Лаврова сюда 6 числа, 21 году, мая, он поехал после 10 в Баку, приехал, пошел себе в Ливч. Потом опять была встреча, опять война. Потом опять была встреча Джермук. Потом опять и каждый раз после встреч. Сейчас после Сочи. Мы после Сочи с вами констатировали, как только они встречаются, всегда война. Сейчас Бишкек, опять война. Опять война, вы так легко говорите. Где война? Сюник. И что значит легко? Я могу сказать тяжело. Опять война. Что, вам легче стало? Я говорю легко, потому что для меня это не первая война. Война, война, война. Теперь что, война, будем воевать. Но я хочу сказать, что от Бишкека тоже надо ожидать. На встрече спецслужб СНГ Алиев всем прочитал какую-то историческую справку. Я думаю, что предварительно руководители всех спецслужб СНГ, включая российских, вместе с Алиевом покурили гашиш. Он рассказал такие идиотические вещи про Арцах в историческом плане. Но меня не удивил маразм Алиева. Меня удивил, как глава российской спецслужбы сказал, благодарим вас за историческую справку. Надо бы еще на колени встать, сказать, отец родной, научил ты нас, товарищ Алиев. Кто есть, кто здесь. Да, да. То есть он дал справку и глава ФСБ не знал, кто такой Карабах. Что у русских в архивах нету, что такое Арцах и роль Арцах и так далее. Сказали спасибо вам за историческую справку. То есть он глаза открыл спецслужбам России. Понимаете, с каким союзником мы сегодня имеем дело. Это не союзник, он не может быть нашим союзником. Хуже во врага ты не придумаешь. Просто не придумаешь. Поэтому это катастрофическая вещь. Просто катастрофическая. Следующую тему хотела обсудить. Парламентская ассамблея Евросоюза приняла резолюцию, называется так, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и одноименную резолюцию, которая осуждает военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха 19 сентября 1923 года. И в этой резолюции зафиксировано, что есть обоснованные подозрения в проведении Азербайджаном этнических чисток, и что практически все население Нагорного Карабаха покинуло свою родину из-за угрозы физического уничтожения. Там несколько других пунктов также есть, но здесь вопрос такой. Да, кстати, там есть, я коротенько зачитаю несколько пунктов. Азербайджан должен немедленно обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах защиту их прав, показать готовность жить в мире соседней Армении и так далее. Вы понимаете, что это текст писали идиоты? И в случае невыполнения Азербайджаном своих обязательств у ассамблеи не будет другого выбора, кроме как оспорить мандат азербайджанской делегации в ходе первой сессии ПАСЕ в 2024 году. Здесь параллельно, вопрос такой, Алиев параллельно, я этот факт просто привожу, вдруг начал делать заявление о том, что в лесах Арцаха якобы скрываются вооруженные группы. Подтверждаю. И что? Почему Алиеву понадобилось делать такие заявления? Потому что он констатирует факт. Там реально есть. Реально есть. Думаю, что если Алиев сейчас рискнет проехать в районе Мардакерта, Аскерана, Мартуни, точно получит пулю в лоб. Точно. А почему до сих пор нет? Он туда еще не ездил. Не инсценированный. Пусть, пусть. Такие, например, факты убийства. Нет, нет. Убийства нет. Вылазок такие. Но даже если не инсценировали. Партизанский отряд, Армения к ним отношения не имеет. Никакого отношения не имеет. Пашинян к партизанским отрядам не служба национальной безопасности, не военная разведка Армении, к этим партизанам отношения не имеет. Это люди, которые, в отличие от ублюдков в политическом руководстве Арцаха, отказались сдавать свою родину, подчиняться, пошли в леса и заезжать в свою страну. Извините, во время Второй мировой войны весь мир уходил в леса, в горы и воевал против фашизма. Сейчас наши армяне воюют против фашизма и против всего мира там, потому что весь мир это слил. Теперь, что касается этой резолюции, оно кого-нибудь обязывает к чему-то? Ну вот пригрозили, говорят, если вот не вернешь население Нагорного Карабана, не защитить их права. Азербайджан говорит, давайте возвращайтесь, мы готовы защищать ваши права. Смотрите, вот этот текст, который писал человек или группа людей, Азербайджан обязан обеспечить безопасность армян Нагорного Карабана. Он был обязан открыть Слачинский коридор, потом был обязан защищать интересы своих граждан, как говорит Алиев. Человек, который этот документ писал, он идиот. Реальный идиот, политический идиот. С 20-го года Азербайджан там проводит убийства, а все эти годы с 94-го года по 20-й год ежедневно снайперская война, вылазки, диверсионные, стрельба, обстрелы. А еще раньше, с 88-го года этнические чистки, массовые убийства, депортация армян с Азербайджана. То есть, они говорят, лягушки, иди болото осушай. Какая-нибудь лягушка придет болото осушать? Поэтому хочу сказать, такой текст, когда приняли, представители Армении в Паасе должны были этот текст оспорить и сказать, это, знаете, убийца, не убийца, насильник захватил женщину, насилует, а полицейские рядом проходят, говорят, слушай, ну ты гарантируй ей безопасность там, безопасность секса надо гарантировать, дорогой мой. Понимаете, потому что, смотрите, у нас в Паасе наши представители это клоуны. Послушайте, в нормальном государстве, если бы такую резолюцию приняли, и наша делегация в Паасе бы промолчала, я вам скажу, что бы я сделал, сказать, что бы я сделал, я бы их повесил, отозвал бы оттуда, это катастрофа, это не текст. То есть, вы считаете, все это для галочки делается? Послушайте, эти страны, которые сидят на черной икре, на азербайджанских долларах, евро, покупают, пять раз это Паасе уже купили, пять раз это Паасе уже продали, и делать призывы к ним, к Азербайджану обеспечить безопасность, это несерьезная тема. Спасибо, возвращаемся уже к другой теме, переходим, скорее всего, к другой теме, мы эту тему пока не рассматривали, Пашинян. Значит, до того, как мы посмотрим, вот что он сказал, какие у него заявления были во время последнего интервью у нас по общественному телевидению, мы помним, что Пашинян говорил, что от него Алиев постоянно требует уступки, это такие уступки по границам, без границ, уступки без границ, как врачи без границ, уступки без границ. И так Пашинян жалуется на то, что он говорит, я бы рад, но я не знаю, где он остановится. Послушайте, к этому я еще приведу еще одну его цитату, после его в Гранаду он поехал, поехал без Алиева обсуждать вопрос Армении и Азербайджана, без него и говорит, я это сделаю, то сделаю, там Алиева там нет, он поехал, это все равно, что я сейчас приду, буду со стенкой разговаривать. Ты без человека, которым должен договариваться, приходишь там, договариваешься, ему оттуда кричишь, я это готов тебе отдать. Ну, это Аля Улю, Ганя Гусей называется. Он сказал, Алиев сказал, что я готов признать суверенитет, я признаю суверенитет Армении. Я хочу ему задать вопрос, это Пашинян говорит, какую часть территории он готов признать. Я когда это услышал, честно, я думал, рядом жена должна стоять, температуру померить, врачи должны быть рядом, находиться, сказать там, зрачки проверить, все нормально. политический деятель, голова государства, он даже не понимает, что он говорит. Когда человек говорит другому, врагу, говорит, слушай, ты говоришь, что признаешь мою территорию, ну, я тебя прошу, умоляю, скажи, где признаешь, что признаешь, метро Еридас-Ардаган, признаешь или не признаешь, а площадь республики входит в Армению, не входит в Армению, я к такому человеку приду и скажу, слушай, дружище, Еридас-Ардаган, признаю, а площадь республики нет. Это станции медиа, чтобы поняли, молодежная. А площадь республики не признаю, хочу ее. Когда ты задаешь вопросы такого уровня, ты ставишь под сомнение свою собственную территорию. То есть, когда человек говорит, я признаю Армению, ну, территорию, да, суверентинами, и глава государства говорит, уточните, пожалуйста, весь список. Помните, мясокомбинат, огласите весь список, пожалуй, а что вы признаете? А я теперь, я Николу Пашинянову еще раз говорю, народ рано-поздно на ноги встанет. Я в вашей команде гражданскому недоговору способному существую, это партия, да, гражданские договоры, я называю гражданские недоговороспособные, предлагаю договориться с нами о мягкой передаче власти в конституционном поле, когда народ встанет на ноги, с вами договариваться никто не будет. Но то, что вы сейчас творите, вы говорите, я хочу уступить. Человек приехал в Адживан к папе домой и говорит, это мой огород, сасэджан, забирай. Ай, товарищ, дорогой, ну, он не дошнак, поэтому не товарищ, ты не папиным огородом торгуешь, это не твоя собственность, я готов на уступки. Ты кто? Какое у тебя право говорить, я готов на уступки? Пусть мне очертят границу. Вот я на месте Алиеву говорю, границу с тебя очерчить, никаких проблем. Красная площадь, площадь республики, давай, вот иду оттуда и на Красную площадь, потому что они московские, агентура вся, вот на площади республики останавливаюсь, он у Алиева говорит, ты мне покажи линию, где мне встать, куда ты хочешь прийти, дорогой, а я Алиеву говорю, скажи ему, где ты хочешь встать, человек нервничает, не спит ночами, расскажи ему, что ты хочешь. Алиев, так же нельзя над человеком издеваться, он уже, наверное, ночами не спит. Вы понимаете, это катастрофа, Гайя говорит, я сейчас шутку перевел, но в этой шутке катастрофа, когда человек говорит, пусть скажет, где он признает, ты зачем, я вот Николу Пашиняну, ладно, Николу Пашиняну, нет, МИД, вам говорю, вы дипломаты, вы понимаете, с дипломатического языка, переведу вам, он перевел под сомнение нашу территорию, он говорит, скажи, что ты признаешь, если тебе сказали, что я признаю твою территорию, ты ему говоришь одну вещь, признаешь мою территорию, давай, жермука вон, отсюда вон, 150 квадратных километров освободи, туда вон, он же не говорит ничего, Алиев забрал 150 квадратных километров нашей территории, оккупировано, и еще ему вопрос задают, границы мне начерти, что еще хочешь, и скажи, что ты признаешь, я клянусь честное слово, все о том, это так нельзя, это так не работает, это вот мы сейчас вот такой утрированной форме говорим, но вы понимаете, с кем мы в государстве имеем дело, и наш МИД, министр иностранных дел, заткнувшись, молчит, он должен был сказать, пример министр, ты что творишь? В Бишкек Пашинян не поехал, как мы знаем, но перед буквально Бишкеком, за день, по-моему, это было, он дал интервью общественному телевидению, кто? Пашинян, и сказал, внешне политический курс Армении не меняется, конечно, не меняется, с Россией у нас, да, бывают иногда такие проблемы, но у кого не бывает? Он их. У нас блестящие отношения, и мы решаем все свои проблемы. Зачем Пашиняну потребовалось перед Бишкеком сделать такое заявление? Пашиняну сейчас ему ехать в Бишкек смысла нету, ну, просто там реверансы делать. Вы смотрите, я уже говорил, римский статут, для чего он был оставлен на Карабахский день, на 19-е, 20-е, да, вот, после этого римский статут принял. Когда началось все бурлить, надо было отлечь внимание, приняли римский статут, запустили отмену российских каналов, да, скандал, все обернулись. Разговоры российских каналов отмены пока нет. Как факт, разговоры. Разговор для чего? Я же говорю о разговоре. Отвлечение внимания начался у нас такой скандал, депутаты, там вот это секретарь, председательша Госдумы Володина, вот, он там начал нам угрожать, там, всякие короченько, шмароченьки и так далее. Это игры. Нужно показать населению Армении, что я в конфронтации с Путиным, я отстаиваю национальные интересы, и не поехал в Бишкек, это то же самое. Идет вопрос конфронтации, это конфронтация искусственная. Если вы думаете, что он не поехал в Бишкек, потому что он меняет вектор, он бы тогда не заявлял, что мой вектор остается неизменным. И его вектор, я вам скажу, он реально остается неизменным. Потому что, смотрите, вчера Лавров заявил, что, по-моему, там же, что через Армению Запад заходит сюда, Запад, НАТО и так далее, на Южный Кавказ руками Армении. США, Евросоюз и НАТО. Да, руками Армении. Хотят обслуживать свои интересы, я почти буквально... Через Армению. Через Армению. И создали множество различных антироссийских структур. Наверняка имеются в виду все, кто критикует сегодня Россию. Все. Ну, я тоже критикую. Я хочу сказать, естественно, меня Запад не создавал. Меня никто не создавал. Я просто вижу, что вы делаете, я просто защищаю свою страну. Но поскольку в извращенном мозгу российской политической, экономической и военно-политической элиты, они другого не понимают, ведь они же всегда служат американскому доллару. В МИДе России половина агентуры МИ-6 британской. В 90-х годах, когда Россией управляли после развала Советского Союза, Кремлем управляли американские менеджеры и всеми национальными корпорациями, которые создавали. И было большое проникновение туда зарубежных спецслужб. И вот эта агентура до сих пор растет. Именно эта агентура убивает свою собственную страну. И когда Лавров говорит, что здесь создали антироссийские структуры руками Запада, вот меня никто не создавал. Других я знаю, которые завещают наши позиции, никто не создавал. Но я сейчас вам расскажу, в отличие от Запада, здесь нету, ну, есть один деятель с Европой работает, вот его точно создавали. Но единственный, давайте я вам сейчас расскажу, кого вы здесь создали, не считая гигантское количество телеграм-каналов. Там всякие мины, девушка там с ведром, там еще что-то, Мика Бадаля, Дашнаки полностью вашей, блок Армения полностью вашей, мать Армения полностью вашей, недавно вы выпустили на арену бывшего министра обороны, полностью ваш, к нему присоединились другие деятели, тоже полностью ваши, давайте мы расскажем, как с главой военной разведки они все встречались в Москве, как вы финансируете, здесь есть партия Армянские Орлы, которая ФСБ передавала 50 тысяч долларов, мы знаем на выборы в 21-м году, давайте мы расскажем, что такое голос Армения, который вещает запудривать мозги нашим гражданам, давайте мы расскажем Царьград, который пишет аналитические работы для Мики Бадаляна, дает ему, а он читает со своей понтельной речью, тезисы пробрасывается через свою агентуру, давайте расскажем про этот Царьград, про Россотрудничество и много других структур, вы создали здесь столько, сколько американцев здесь вообще ничего не имеют, ни британцы, ни французы, ничего не имеют, поэтому, когда вы рассказываете, что здесь что-то создали, давайте посмотрим на ваших, это я вам еще назвал один процент, потому что будете много говорить, я вообще распишу вам всю вашу агентурную сеть здесь, кто где сидит, кто с кем встречается, куда ездит, какие деньги получаются и где их офисы находятся, поэтому в Москве хочу сказать, там вы, когда нас оскорбляете, нас, патриотов, интеллектуалов, которые стоят на страже своей родины, у нас нету ничего антироссийского, вот ничего, мы ничего не имеем против русского народа, который сам находится в оккупационном состоянии этими хасидами там в Москве, значит, голдами-несановыми и так далее, слудскими и вот этой всей братвой, они сами, русский народ, оккупированы, мы говорим против российской внешней политики по отношению к Армении, конкретно против нас, поэтому мы будем противоступать, и нас никто не создавал, а ваши дети, ваши деньги, ваше все, вы, и каждый раз нас обвиняете, что у вас все в Европе и на Западе, и каждый раз вы нас обвиняете, мы хотим пойти в НАТО, извините, господин Лавров, на Валдае ваш президент сказал, что мы делали предложение на Западу вступить в НАТО, но нас не захотели, а что вас захотеть с Калашниковым, с БТРом, который, или с танком, который цель не держит, стабилизатор цели не работает, когда стреляет, танк подпрыгивает, стол отворачивается в сторону, вы хотите с этим танком войти в Европу, и зачем вы нужны в Европе, в НАТО, ваше все находится в Европе, вы каждый раз ревностно относитесь, что Армения хочет жить правильно, Армения хочет жить, развиваться, извините, вы за все время не создали вот таких телефонов, вы даже ручки не создаете, вы даже прокладки женские, извините меня за выражение, не создаете, вы ничего не создаете, у вас даже трусы, итальянские, или испанские, или немецкие, или французские, у вас даже трусов своих российских нету, и вы хотите, чтобы мы в этом отсталом пространстве, под называемом БСНГ, или ШМСНГ, не знаю, оставались в этом Евразии отсталом, но если Киргизия, Казахстан, Таджикистан хотят оставаться рабами и быть технологически отсталыми сырьевыми странами, продавать пшеницу, нефть, газ, мы не хотим, мы не хотим, мы и не будем, мы будем за эту страну сражаться, наша история показывает, что мы худшие времена проходили, это самое не худшее, поэтому я хочу сказать, господин Лавров, когда вы нас за уши тянете, остаться в отсталом технологическом пространстве, мы не хотим, вот когда вы хотя бы трусы свои начнете шить, поговорим, а поэтому я считаю так, я до конца Николу Пашиняну в прозапад вообще не верю, скажу так, и более того, хочу сказать, заявление 9 ноября 2020 года закончилось, Россия и Азербайджан не выполнили ни одного пункта по этому заявлению, я считаю, что нужно отозвать свою подпись, заявление, хотя не надо ничего отзывать, это вот так делается, в конверте отправляется одна половинка отправляется товарищу Алигу, другая, товарищу Путину, вот так, потому что все, заявление 9 ноября закончилось, это заявление не касается остановка боевых действий на территории Армении, эта подпись касается остановка боевых действий в Арсахе, согласны? там не было про остановку в Армении, значит, а поскольку армия разоружена, она выведена, заявление больше юридической силы, она вообще никакой не международный документ, сам Путин это сказал, что это нигде не признан документ, это нас на троих сабантучек мы там дрэнк и подписали, значит, заявление Никол Пашинян обязан выйти, соответственно, мы больше не обязаны никому предоставлять никакие транспортные разблокировки транспортных магистралей, инфраструктурных проектов и так далее, мы выходим из заявления 9 ноября, потому что он смысла больше не имеет. Только что я зачитала, увидела заявление Путина, Путин говорит, Москва готова организовать переговоры Баку и Ивана для начала на министерском уровне с дальнейшей выработкой мирного плана. Мы знаем, что готовится встреча в Брюсселе. Да, вы сами коснулись этого вопроса, что Армения в Гранаде была, Алиева там не было, Алиев был в Бишкеке, говорил с Путиным, Пашиняна там нет, встреча в Брюсселе намечается, Алиев там говорил, что, я не знаю, состоится эта встреча или аннулируется опять, как всегда, как в Гранаде это случилось. Итак, Путин предлагает российскую площадку. Ваше видение, как будут развиваться события? Смотрите, я вот части коснусь этого вопроса, но смотрите, отчасти то, что произошло в Арцахе, депортация, быстрые действия, отчасти этот вопрос скатализировали европейцы и Запад. Объясню, почему. Я у вас как-то на передаче или еще где-то там интервью, я говорил, что Запад, Соединенные Штаты и французы, и Никол Пашинян с Арарат Мирзояном совершают одну большую ошибку. Но, я думаю, что наши не ошибку совершали, наши знали, что делали. Они подыгрывали Москве. А вот Запад и Франция совершали большую ошибку. Что они делали? Я говорил, что каждый раз, когда вы давите на Алиева и нашим многим моим политическим партнерам и другим, я всегда говорю, не озвучивайте то, что мы должны делать во внешней политике. Потому, что нас слышат наши враги. Франция и США постоянно и наши обращались туда и начались давление на Алиева. принятие резолюций, международные суды. То есть, началось повальное давление на Алиева. Знаете, к чему это приводит? Я вам сказал тогда. И это произошло, как я сказал. Смотрите, Алиев, Путин, Эрдоган видят, что идет колоссальное давление и вдруг, не дай бог, завтра примут решение через это давление везти туда иностранные войска в Карабах, ограничить Свифт Азербайджану и так далее. Что в этом случае игроки делают Гайаны? Знаете, Гайаны, они принимают решение, давайте от греха подальше, быстро этот вопрос закроем, пока вдруг нас реально не додавили. Ну, не нас там, Алиева особенно. Давайте сделаем. Они играют на опережение и ставят мировое сообщество перед фактом. А что для мирового сообщества означает перед фактом? Означает, они так делают, фу, ну все, вопрос закрылся, сейчас пошумим, пошумим, все забудут. Я поэтому говорю Пашиняну, Арарату Мерзаяну, его политической команде, пока они еще у власти некоторое время. Значит, не надо никогда озвучивать своих внешнеполитических приоритетов и не озвучивать, что вы собираетесь сделать во внешней политике. И хочу, чтобы меня посол Франции услышал и посол Соединенных Штатов услышал, Министерство иностранных дел Армении меня услышало. Когда вы что-то декларируете, что мы это сделаем, и европейцы, и американцы, и МИД, мы это сделаем, извините, вас слушает не только ваши народы и наш народ, ваш еще слушает Путин, Эрдоган и Алиев. И потом, когда они на троих говорят, они говорят, слушай, да давят ведь Алиева, давай начнем. И идут на опережение. Поэтому я всегда говорю, очень важна политическая мудрость. Очень важна. Поэтому то, что сейчас Путин предлагает Пашиняну российскую площадку и форматы там всякие, там 3 плюс 3 и так далее, я считаю, что никаких российско-азербайджанских форматов быть не должно. Мы уже нажрались, нажрались этих форматов. Арцах пустой. Я еще раз говорю, Лукашенко считает, что это успешное разрешение конфликта. Ублюдок продавал оружие, я же говорил, на руках Лукашенко наша кровь. На руках Лукашенко кровь армян. Его полонезы применялись 19 числа. 19. Поэтому, да, для Лукашенко вопрос закрыт. Но скоро, когда мы станем государством, мы Лукашенко устроим очень много проблем. Очень. Во-первых, я разорву отношения с Белоруссией. Мы экономически от Белоруссии никак не зависимы, они нам не нужны. Мы просто не нужны. Пусть Лукашенко балахтается там. Скоро из него тоже сделают в Чечню, его заберут, поработят и поглотят. Он еще посмотрит, что там, какую уже агентурную сеть в его спецслужбах нарастили. Он еще даже не в курсе. Он не в курсе, какое количество офицеров уже являются агентами военной разведки России. Какое количество сотрудников МИД уже являются агентами российских спецслужб. Он не в курсе. Скоро Украину сожрут с потрахами Белоруссии. Да, Белоруссию. Кстати, вы смотрите, как они в Белоруссии какое количество агентуры вылавливали. А в Белоруссии еще проще. Еще проще. Поэтому Лукашенко пусть пока тявкает. Его скоро сожрут. Поэтому никаких форматов. Никаких. И особенно там что-то там было в районе 3 плюс 3 или что-то там такое. Да. И встреча была в конце прошлой недели. Алиев поехал в Грузию. Если у вас есть какие-то наблюдения на этот счет. Встречался с премьер-министром Грузии. Ну, Грузия тоже предлагает, говорит, я могу быть посредником ваших отношений с переговорами. Грузия слишком слабая сторона. Гарантии Грузии. У Грузии своего анализа на границе с Россией выше крыши. У нее Абхазия, Осетия, она вопросы не решила. Скоро у нее будут вопросы и с Аджарией. Значит, Грузии пускай Алиев, не Алиев, а Пашинян и его команды это не переговорщики. Они вообще не понимают, что такое переговоры и они даже не понимают, как и о чем говорить с Алиевым. Поэтому Грузия, я думаю, к формату 3 плюс 3 не присоединится. 3 плюс 3 не присоединится. А Пашинян должен четко понимать. Вот вы говорите, что там вот многие говорят он меняет вектор на запад. Пашинян говорит я готов подключиться к проекту 3 плюс 3. Человек, который хочет для своей страны счастья и благополучия, он никогда в этот варварский проект, где ты будешь никто, ты просто будешь никто, никогда не будет говорить об этом проекте. Когда мы говорим об этом проекте, мы противопоставляем себя, мы, армяне и Армения, западному миру цивилизованному. Мы противопоставляем себя европейской западной цивилизации. Послушайте, когда, еще раз хочу сказать, что Россия тяготеет к Тюркскому союзу со времен царской России, со времен Петра, можно сказать, да еще даже раньше было, они тяготеют всегда туда. Гумилев писал об этом. Почитайте то, что пишет. русские русские на сих пор не поняли они кто. То Владимир Владимирович говорит, что они печенеги, то они варяги, то викинги, то тюрки, то монголы. То есть, даже президент их страны, он не нашел себя. То он печенег, то варяг, то еще чего. Нет, ребята, я могу дать четкое определение кто. У вас огромное количество монгольской крови. Поэтому вы тянетесь в Турцию. Вы не можете ее дать. Кровь тянет же. Всегда тянет кровь. Поэтому хочу сказать, 3 плюс 3 это формат идиотов. Мы там не можем быть. Мы не должны позволять. Вы понимаете, что произойдет с нами в экономическом плане, если мы подключимся к этому формату? Нас уничтожат. Вот поверьте, просто уничтожат. И мы опять будем в этом гнилом тупом просадке. Смотрите, 3 плюс 3. Франция, Армения, Грузия, Азербайджан, Иран, Россия, Турция. Назовите мне из этих шести стран, кто там прогрессирует в области развития технологий и куда-то что-то летают. Эти все страны отсталые. Опять мы себя закрываем в недоразвитом пространстве. Такого быть не может. Ну и потом я хочу сказать. Нам не нужно вести никаких переговоров по Карабаху сейчас с Россией, ни с Алиевым. Единственное, что нам нужно сделать сейчас собрать подписи граждан Арцаха, отнять полномочия депутатов парламента Арцаха. Полномочия. значит выдвинуть без выборов просто путем подписей набрать новый состав Арцахского парламента, незамедлительно принять решение о том, что указ президента Арцаха является незаконным о ликвидации Арцаха республики. значит это незаконно значит а арестовать сам Вела Шахраманяна а Райка уже арестовали пускай там валяется значит председателя парламента тоже надо будет потом этот вопрос решать и всех тех кто сопутствовал командующего армии обороны обязательно значит и всех кто был причастен к предательству в Арцахе значит и объявить о том, что республика Арцах продолжает функционировать а дальше сформировать правительство новое Министерство иностранных дел запускать все наши лоббистские инструменты поднимать вопрос на международных площадках и опять поднять вопрос о праве народа на самоопределение не давать ни на один день ни на одну секунду забывать об этом вопросе мы должны Азербайджан этим вопросом терроризировать просто терроризировать и поднимать эти вопросы я имел разговоры с некоторыми европейскими и западными странами которые солидарны со мной и сказали что как только вы сейчас примете решение что предательское решение президента Арсаха не имеет никакой юридической силы этот вопрос будет подниматься уже более жестко на всех европейских структурах понятно что Никол Пашинян народ Мирзаян и парламент Армении не поддержат эту резолюцию какую резолюцию любую которую поднимет допустим Европа права народа на самоопределение или вопросы они ничего не поддержат потому что не поддержат в поддержку Арсаха ничего они не поддержат потому что там есть Москва или по указанию Москвы могут поднять свой голос ну что типа заигрывать с армянским населением а потом когда значит вот Лавров говорит мудрый армянский народ он все понимает я хочу сказать господину Лаврову Арсахцы были одни из самых пророссийских регионов Армении не самых единственных из всех крайне пророссийских я вот недавно был на нескольких панихидах похоронах ребята которые погибли ну сгорели на взрыве цистерн прошли и эту войну последнюю вернулись домой пошли в очередь пострадали и умерли я на одном там вообще был почти весь Степанакерт кстати вот умер внук бывшего министра иностранных дел Василия Таджилияна его внук ну скачался в больнице но я считаю что не умер погиб вот там был почти весь Степанакерт но на других панихидах тоже и все эти люди которые вот выходили да по зову Арайи Карутиняна с российскими флагами господин Лавров вы не представляете до какой степени у них открылись глаза и как они вас ненавидят реально ну Араика Самвелла Шахраманяна и своих депутатов и всех всю эту банду в Арцахе ненавидят еще больше и просто жаждут выпить их крови поэтому я хочу сказать народ Арцаха открыл глаза и когда вы говорите что братские отношения или отношения с Россией в принципе если вы сейчас выводите азербайджанские войска со всей территории Армении полностью если вы выводите за границы Арцаха азербайджанские вооруженные силы и полностью без КПП под контролем Армении или России азербайджанские войска оттуда уходят за границы Карабаха мы еще и вы ежегодно безвозмездно финансируете от 3 до 5 миллиардов долларов вооруженные силы Армении безвозмездно и вливаете в экономику Армении почему они должны это делать этот пункт чем он обусловлен обусловлен тем что они хотят здесь закрепиться мы для них важны но они хотят получить Армению бесплатно но они здесь закреплены вы говорите они хотят закрепиться в Азербайджане послушайте нет они здесь уже пошатнулись все армянское общество сегодня это нужно констатировать на 95% полностью антироссийское это настроение Владимир нет это не настроение это все послушайте все поняли начиная с 16-го года эта тенденция стала ломаться вы помните я даже помню такую вещь если даже ты до 2-го апреля 16-го года мог таксисту что-то сказать про Путина образно он мог остановить машину и сказать выходи почему ты говоришь после 2-го апреля 16-го года все поменялось после 20-го года окончательно поменялось потому что поняли а вот сейчас я говорю Армения сегодня это самый антироссийский регион мы подытоживаем сегодняшнюю нашу встречу Владимир давайте в самом конце да вы говорили что нужно сделать ну там была такая фраза на мой вопрос что чего ожидать от этой встречи Алиева Путина в Бишкеке вы сказали войну она и без этой встречи была бы а впереди Брюссель ну и что а что 55 раз было Брюсселя Праги это их не останавило и чистка произошла и что и Лукашенко говорит мы разрешили успешно разрешили вы сегодня Лукашенко три раза вспомнили три раза я его назвал ублюдком вам походу все таки нравится что я его так называю нет я просто хочу понять чем мы завершаем эту неделю мы эту неделю завершаем продолжающейся политической катастрофой которая надвигается с еще большими масштабами на Армению два этих заявления которые мы с вами обсудили Никол Пашиняна скажите где мне остановиться какие уступки вы хотите и какую территорию вы имеете ввиду это фундаментальное на самом деле заявление его это заявление сигналы что ребята ну я что хотите дам скажи что хочешь это страшно на самом деле опасно вы считаете что ситуация опасная после таких заявлений в любой нормальной стране его отстранили от власти даже путем эпичмента в этот же день это должен был бы в Армении в парламенте но у нас парламента нет там зебеляноц из этой оппозиции московско-кремлевская агентура которая сейчас опять готовится выйти через Вазген Манукяна на площади начинают реанимации там Ашак Карпетяна там другие люди присоединяются для меня ожидаемо что это было что там некоторые начнут присоединяться к этому движению я хочу сказать ребята всем кто вот смотрите из Москвы сейчас там прозвучали да мы вступаем в политическую силу с Москвы вы бы еще с Лиссабона бы начали говорить что вы начнете политическую борьбу объединяться силы и какие-то национальные предатели кого-то здесь называют те кто не согласен с этими московской агентурой мы оказываются национальные предатели а вы там конкретно находясь под контролем ГРУ России и мы знаем где вы встречались в каком месте сейчас скажу до конца и вы тут начинаете играть в объединенную платформу под управлением российских спецслужб идти устраивать на нашу голову митинги я вам говорю реально ребята забудьте забудьте мы вас уничтожим просто растоптаем эти мы вот вы все время говорите мы и опять вопрос что такое мы я понял тут сейчас вы тоже что ли уже в Кремле одной ногой никогда не было да а что-то вы сейчас их защитили нет я не защитила я спрашиваю кто это мы мы я мой вечный вопрос когда вы говорите мы я всегда уточняю кто это мы я всегда говорю мы придет время назову кто мы а скажем я же вам уже сказал Гаяне мы комитет 27 вот комитет кто там что там вам важны фамилии спасибо Владимир я еще не все сказал я сказал забудьте этой агентуре поднять свою голову в Армении и приводить нас к еще большим катастрофам сидите заткнитесь в своих офисах и не смейте тявкать мы служим армянскому государству я служу чтобы вам не говорил опять кто мы Николай Второй я служу армянскому государству вы служите спецслужбам поэтому я говорю народу чтобы вы четко понимали кто и что здесь из себя представляет в этой стране активизация уничтожающая Арцах потеряли детей в 20-м году в наших военных потеряли 150 километров территории потеряли сейчас еще Зангизур потеряете а потом на этой волне эти пешки прибегут и будут говорить мы спасем Армению у этих людей нет интеллекта вы за ними не вздумайте даже идти я сказал уже где ваше место ваше место рядом с нами и сегодня кстати хочу напомнить в 19.00 митинг на площади свободы голову поднимите или я говорю иначе придут в Ереван потому что уже идет обсуждение площадь республики или молодежное метро мы беседовали спасибо Владимир спасибо дорогие друзья напомню что мы беседовали с председателем комитета национального движения 27 политическим деятелем Владимиром Погусяном беседу Белагаяна и Ракелян всех благ льгот 2 2 10 25 25 22 26 25